Доброе утро! Вы смотрите телеканал Культура. Меня зовут Алекс Дубес. Французское кино всегда было популярно в России. Высокий блондин в черном ботинке Пьер Ришар, загадочный Ален Делон, который не пьет одеколон, идеальная француженка Катрин Денео, а Жерар Депардье, да что там говорить. Более того, Франция считается родиной кино. И я прошу прощения за них же следующее предложение. Странные братья Лемьеры являются родителями кино. Сегодня в программе «Наблюдатель» мы поговорим о феномене французского кинематографа. Доброе утро! С вами я, Алекс Дубес, и программа «Наблюдатель». В эти дни у московских зрителей есть возможность познакомиться с самыми современными французскими фильмами, потому что в разгаре фестиваль «Франкофония». Открыла этот киносмотр лента режиссера Стефана Раблена «Давайте жить все вместе», так оно называется. Сегодня мы поговорим о франкоязычном кино. В студии программы «Наблюдатель» я приветствую своих гостей. «Аташе по вопросам кино» посольства Франции в Москве Кристин Ломон. Сегодня с нами, собственно, французский режиссер и постановщик, и автор ленты «А давайте жить вместе» Стефан Раблен. Стефан, здравствуйте! Здравствуйте! А также режиссер, кинокритик, переводчик, поэт и куратор специальной программы кинофестиваля «Туморо-завтра» Кирилл Адибеков. Кирилл, доброе утро! Доброе утро! Для начала давайте посмотрим небольшой сюжет. В Москве снова дни франкофонии. Событие для всех, кто любит французский язык и культуру. Оно охватывает все сферы искусства – музыку, живопись, литературу, театр и, конечно, кино. В кинотеатре «35 мм» проходит фестиваль франкоязычных фильмов. Их авторы – представители Бельгии, Канады, Италии, Германии, Франции и Швейцарии. Они живут в разных странах, но существуют в одном языковом пространстве. Открыл фестиваль классическая французская мелодрама «А давайте жить все вместе» режиссера Стефана Раблена. Это история о пятерых пожилых друзьях, которым грозит жизнь в доме для престарелых. Но они находят выход, решают поселиться вместе. Режиссеру картины удалось собрать на площадке Пьера Ришара, Джейн Фонду, Клода Риша, Джеральдин Чаплин и Ги Бедоса. Всего в программе заявлено 14 картин, многие из которых успели побывать на крупнейших международных фестивалях. Так, драма «Ксавье Джианали» «Все сначала» Жераром Депардье получила приз Каннского жюри в 2010-м. Закроется фестиваль франкоязычного кино 2 апреля детективом «Рожди зима» «Амар меня убить», который в прошлом году номинировался на премию «Цезар». Телефон редакции, напомню, 780-56-55, код Москвы 495. Да, адрес электронной почты, он вам понадобится. Наблюдатель, собака, тв, дефис, калча, точка, рум. Итак, еще раз доброе утро. Доброе утро. Спасибо, что навестили нас в столь ранний час. Наверное, вам это особенно сложно, ведь во Франции сейчас 3 часа разница. 7 утра. Ну, сада, сада. Спасибо, все хорошо. Благодарю вас. Всего киритого. Ну что ж, как я уже сказал, в Москве проходит фестиваль франкоязычного кино, не только кино, а франкофония. Франкофония – это же вообще о французской культуре. Но мы вот сегодня сосредоточимся на кино. А мне вот интересно, это вопрос, наверное, ко всем вам. Вот кино снятое в Канаде на французском языке или в Алжире на французском языке. Его можно назвать французским кино? Или это кино из Алжира, снятое на французском языке? Тогда это будет фильм, снятый во франкоязычной стране, но это не французское кино. А, то есть это и есть принципы франкофонии, наверное, да? Мне просто было очень важно это понять. Да, для нас это совсем целый концепт, то есть франкофония и франкофонские фильмы. Ну вот, нам с чего-то надо было начать. А, Коль, вы упомянули фильм «Одавайте жить вместе» нашего гостя. И эту великолепную плеяду актеров, артистов Джеральда Чаплин, Джин Фонда, Пьер Ришар, практически родной для нашей страны актер. Вы и раньше работали со звездами такого масштаба, с актерами-звездами? Или это ваш первый опыт? Да, это действительно мой первый опыт такой работы. Этот фильм – часть проекта «Позвольте играть нам старикам», суть которого в том, чтобы снимать кино с актерами, которых мы все знаем и любим чуть ли не с детства. Скажите, пожалуйста, здесь больше в вашем кино каких-то социальных мотивов, психологических мотивов? И вообще, почему вы решили его снять? Вдруг вы, вполне себе молодой человек, почему вас заинтересовала эта тема? В первую очередь, потому что он о независимости, а эта тема так или иначе касается очень многих, и об этом не говорят в кино. Так что я подумал, будет действительно интересно снять такой фильм, причем сделать его легким, комедийным, чтобы людям захотелось его посмотреть. Ведь проблема независимости по-настоящему актуальна. Актуальна каждый день даже для молодых, которые видят, как ее пытаются решить их родители, их бабушки и дедушки. В моем фильме «Пятеро друзей» решают жить вместе, чтобы не оказаться в доме престарелых. Так что он о надежде, о том, как люди берут свою судьбу в свои собственные руки, о том, что это всегда возможно. А вот эти актеры, Чаплин, Фонда, Ришар, они как-то, наверное, они очень корректно и не вмешивались в процесс съемок. Но, тем не менее, они как молодому режиссеру вам давали какие-то советы, как снять еще что-то? У них же невероятный опыт. Нет, нет, ничего подобного. На французских актеров сильное впечатление произвели съемки в одной картине с Джейн Фонда. Им хотелось быть на высоте, они очень прислушивались к моим словам. Ну и кроме этого, я был для них неким объединяющим элементом, ведь они не были знакомы между собой. А я знаю их всех, так что во время съемок они как бы группировались вокруг меня и играли так, как я их просил, чтобы фильм не потерял целостность. В общем, никаких попыток взять на себя командование никто из актеров не предпринимал. Хотя до начала съемок они давали мне некоторые советы по поводу того, что мне стоит прочитать, например. Но, в целом, мне кажется, все были заинтересованы в том, чтобы отлично выполнить свою задачу в команде и сделать хорошее кино. Поговорим о комплексах. Присоединяйтесь, Кирилл. Русские актеры в восхищении, когда с ними снимается французская звезда Лен Делон. И раньше Тегеран 43, ну и последние фильмы последних лет. Французские актеры в восхищении, когда с ними снимается Джейн Фонда. Вот что это такое? Где самодостаточность какая-то? Джейн Фонда прожила 4 года во Франции. Это было в 60-х. Она была женой Роже Вадима, режиссера «Новой волны», и даже снималась у него. Так что имя уже было вписано в историю французского кинематографа. И сейчас, 40 лет спустя, она захотела повторить этот опыт съемок. Во французском фильме такой пункт был в списке вещей, которые она хочет успеть сделать в жизни. И ей нужно было снова привыкнуть к французскому языку. Так что это была серьезная работа. Вообще-то то, что она снялась во французском фильме с французской командой на французском языке – это потрясающе. И для зрителей возвращение Джейн Фонда во французское кино стал событием. Кстати, ее предыдущим французским фильмом была картина «Гадара», снятая в 1962 году. Я вернусь к началу программы, к первым тезисам о том, что в России и в Советском Союзе очень любили и сейчас очень любят французское кино. Вот с чем связана такая любовь? Ну, я думаю, что любовь к французскому кино, она связана вообще с любовью к Франции в принципе. То есть это вещь, которая идет еще из восхищения поколением декабристов Наполеоном. Почему именно, допустим, в советские годы к нам через границу, через железную стену проходило именно французские кино, французские киноленты в большом количестве, а скажем, не фильмы английских кинематографистов, итальянских, даже американцев? Я думаю, сначала это было связано с популярностью такого, например, актера и режиссера, как с Макс Ландер, потом «Народный фронт», который спонсировал какое-то количество фильмов Жанна Ренуара, например. А потом, наверное, это связано с тем, что мы в принципе каким-то образом умудрялись дружить с Деголем и с Помпиду и так далее. То есть был правительственный обмен, такая какая-то декларируемая дружба, что ли. А вот я, кстати, не в курсе, может быть, вы просветите, если изучали этот вопрос. Ведь я, тогда юноша, мальчик, помню вот эти французские комедии Луида Фюнес, Жуар Депарди, Жан-Поль Бельмандо, Маре. А доходили до нас фильмы более серьезные, фильмы, допустим, «Новой волны», режиссеров «Новой волны»? Или это было только для специалистов, учеников в ГИКа? Это было только для специалистов, учеников в ГИКа. И это связано, конечно, с политической направленностью. Потому что «Новая волна» довольно сильно критиковала, так скажем, то, что происходило именно в Советском Союзе. При том, что эти режиссеры могли быть левыми по своим убеждениям. Но то, что они видели в Советском Союзе, у них с левой мыслью сочеталось далеко не всегда. Вот вы сейчас слышали наш разговор. Насколько помнят во Франции те самые фильмы, о которых мы сейчас с умилением вспоминаем? Не сейчас с Кириллом, а вообще здесь в России. Там, не знаю, «Высокий блондин в черном ботинке», «Великолепный» с Жаном Поле Бельмандо. Или это уже вот «Фантомас». Ну, мы все эти фильмы знаем, но не только наше поколение, но и тоже, конечно, люди старше, но и тоже люди младше. Они показаны постоянно на телевидении, они остались такие, ну, культовые комедии. Но, правда, у нас появились такие новые поколения режиссеров, новые поколения актеров. Так что вот для нас, конечно, молодые люди, они побольше знают молодых режиссеров и актеров, чем все наши 70-х и 80-х. Ну, сейчас я хочу вас познакомить со своим коллегой, его зовут Алексей, он Алексей Черепанов, он наш интернет-обозреватель. И сейчас он нам расскажет... Алексей, доброе утро. Доброе утро. Вот расскажите нам, пожалуйста, есть ли у пользователей сети свои особенные предпочтения во французском кинематографе? Какие фильмы любят и какие готовы пересматривать снова и снова? Смотрят ли новое современное французское кино? Алексей, ну вот, например, мне очень нравится картина Жанна Пьера Жене и Марка Корот-Деликатесы. Но я здесь нахожусь в меньшинстве, потому что пользователи сети больше всего пишут о классических французских картинах с Оленом Делоном, Джаном Полем Бельмондо или Пьером Ришаром. Вот пользователь Балдахин пишет о Ришаре. Один из самых блистательных комиков, наверное, последний в 20 веке в европейском кино. Луида Фюнес, Бюрнвиль, Фернандел, Тото, Паула Виладжо и Ришар. Ну и все. Побег, игрушка, высокий блодин, укол с зонтиком, невезучие папаши, беглецы. Что не фильм, то радость миллионов зрителей. Некоторые пользователи сети пересматривают фильмы Жанна Люка Гадара, Франсуа Трюфо и других режиссеров. «Новой волны» – гениальный французский режиссер поистине планетарного масштаба, который своими замечательными работами вписал яркую страницу в историю мирового кинематографа, пишет пользователь Алан Шанаев о Клоде Лилуше. Нечасто, но вспоминают пользователи интернета и режиссеров «Новой новой волны» – славную троицу BBC, Бенекс, Бессон и Каракс. Правда, Люк Бессон перестал ассоциироваться с французским кино. Жан-Джак Бенекс ушел в продюсера. Ну а в последнем фильме Лео Каракс и корпорация «Святые моторы» есть несколько противоречивых замечаний. Да, французы – большие затейники, пишет Алексей А. Кто-нибудь это осилил? И другое замечание – прекрасный, мощный фильм, лучший, что было в Каннах 2012. Однако современных молодых французских режиссеров русскоязычные пользователи сети не знают. Может быть, вы в курсе, спрашивает пользователь, за последние 10 лет французы вообще сняли что-нибудь хотя бы близкое к игрушке? Я не имею в виду заумные и занудные фильмы. Я имею в виду фильм, который было бы приятно посмотреть в кинотеатре. В сообществе «Френч кино» спрашивает пользователь Мамон. Этот комментарий свидетельствует не о том, что хороших фильмов во Франции не снимают, а о том, что в России их не знают. И вот многие пользователи сети хотят все-таки восполнить этот пробел и собираются пойти на фестиваль «Франкофонию». Спасибо за дни «Франкофонии». Обязательно пойду, благодарит пользователь Татьяна Богородицкая. Надеюсь, нас порадуют хорошими фильмами, пишет манеристка. У пользователей интернета накопилось довольно много вопросов к французским кинематографистам. Интересно, как французские киношники относятся к Жерару Депардье в связи с его русским вояжем, спрашивает Семен. А Иван Ботан задает вопросы о функционировании отрасли. Государство как-то стимулирует развитие отечественного французского кино? Финансирует ли съемки фильмов? По какому принципу их отбирает? Есть ли квоты в кинотеатрах, Алекс? Хорошие вопросы и актуальны для нас, для нашей страны по поводу квот в кинотеатрах и финансирования кино. Давайте с ответов на последний вопрос начнем. По поводу квот на французское кино, именно кино в кинотеатрах, которые показывают. Они действительно есть? Если да, то какие пропорции? Нам очень повезло. Во Франции существует множество различных программ на всех уровнях. Общественном, общеевропейском, государственном, региональном. К тому же у нас есть возможность делать фильмы вместе с нашими европейскими коллегами. Как вы знаете, французский кинематограф очень силен, и другие европейские страны часто должны заранее выкупать права или каким-то образом участвовать в производстве картин. Ну и, конечно, во Франции, как и в других странах, мы пользуемся тем, что компании-прокатчики и телеканалы заранее выкупают права на показ новых фильмов. В целом у нас есть как значительная поддержка со стороны государства, так и развитая киноиндустрия. Благодаря этому мы даже можем снимать авторское кино. Такое кино, которое популярно у зрителя, но не является коммерческим. То есть у нас авторское кино одновременно поддерживает и общество, и киноиндустрию. Таких фильмов не очень много, снимать их не так просто, и конкуренция очень высока. Но источников финансирования, не коммерческое кино во Франции достаточно много. А что касается квот, я не очень понял вопроса, что вы под этим подразумеваете? Что это? Это количество фильмов в год, которые мы можем снимать? У нас есть во Франции система поддержки кино через, например, налог на каждом билете, еще деньги, которые дают телевидение, каналы телевидения, еще деньги, которые дают производители ДВД и ВИУД на интернете, еще у нас есть, как Стефан сказал, региональные помощи, помощи от региона, и еще такая налоговая система, которая позволяет тех, которые имеют очень много денег, вкладывать деньги в кино и не платить налоги за это. Так что у нас есть такая большая система для поддерживания фильмов, и мы производим 230 фильмов каждый год. 230 фильмов в год ежегодно примерно производятся во Франции. В эту цифру входит и коммерческое кино, так называемое, блокбастеры, коммерческие фильмы и, наверное, артхаусные, фестивальные. А ведь действительно есть такое разделение, фестивальное кино и кино для кинотеатров. У вас тоже оно существует? Не так сильно, как у вас. Не так сильно, как у вас. То есть, когда один фильм был показан в крупном фестивале, то он, в принципе, собирает зрителей. Но, конечно, у нас есть побольше зрителей для таких очень коммерческих комедий, как и здесь. Тогда я Кириллу сейчас переадресую этот вопрос. А как вы думаете, Кирилл, с чем связано действительно такое странное разделение, что вот у них не совсем так, как у нас, вот в этом смысле? У нас же действительно большая разница между фестивальным кино и нефестивальным кино. Вы знаете, вот ваш вопрос, он ставит меня немного в тупик, потому что я понимаю, что ведь, когда мы говорим о таком разделении, мы никогда не должны забывать о том, что его на самом деле нету. То есть это разделение, там граница проходит, может быть, немного по-другому. Можно смотреть, в каких кинотеатрах и каким количеством копий идут фильмы. Но, в принципе, никакого разделения на... То есть, нигде это не написано, и его как бы в принципе нет. Но мы говорим о нем, и, в принципе, воспроизводим это свое отношение, и продолжаем его в целом. Вот, я не считаю, что есть такое разделение, в принципе. Ну, вы же сами только что сказали, что, окей, это нигде не написано. То есть, вот это арт-хаус, а это комедия. Но, тем не менее, очевидно, что картина одной копии идет в кинотеатре 35 миллиметров, а другая картина идет во всех сетевых кинотеатрах. И есть же разница. Вот смотрите, приведу пример. Был такой фильм «Портрет в сумерках» Ольги Дыховичной и Ангелины Никоновой. Они хотели прокатывать этот фильм, и пошли к различным компаниям-прокатчикам, и предложили им этот фильм. И им сказали, у вас арт-хаус. Так. Мы его будем показывать, вот у нас есть там для арт-хауса, например, вот такой вариант, такой и такой. Какой вы выбираете, условно говоря. Они решили, что им это не подходит, потому что их фильм, он, ну, не существует такого арт-хауса или не арт-хаус. Они занялись прокатом сами, и в итоге их фильм вышел, ну, я боюсь соврать, сколько было количество, какое было количество копий по всей стране, но, наверное, оно было где-то между 30 и 50 копиями. Просто потому, что они занялись этим сами, и в итоге этот фильм, который по способу распространения, можно было бы назвать фестивальным, он пошел на экранах и пошел, преодолев это разделение, да, потому что мы понимаем таким образом, что это разделение абсолютно иллюзорное. Надо просто работать над этим самому. В итоге, в любом случае, выбирать зрителя. Я не знаю, вот есть же чудесный актер, на мой взгляд, Григорий Добрыгин. Очень показательно в этом смысле. То есть человек снялся одновременно в блокбастере «Черная молния» про эту «Волгу». Он появился на дневниках. Вот заходишь в книжный магазин, дневники для детей, пожалуйста, портрет Григория Добрыгина. В то же время он снялся в ленте «Как я провел этим летом». Фильм, который кроме специалистов и друзей специалистов, но людей более-менее образованных, не посмотрел никто. Фильм, который прозвучал и представлял Россию на фестивалях. Фильм, который знают. Вот, может быть, наши коллеги знают, а про «Черную молнию» они даже и не задумывались. Вот я вот об этой разнице скорее, вот об этом разделении. Понимаете, первый фильм успешнее с точки зрения финансовой, второй. Наверное, неуспешно финансово и вообще, с финансовой точки зрения. Но, тем не менее, сильнее, мощнее останется в истории, что ли. Мне кажется, это вопрос, опять же, проката. Потому что говорить о том, что зритель пошел или зритель не пошел, это вторично по отношению к тому, в каком количестве кинотеатров пойдет фильм. А это, в свою очередь, зависит, в общем-то, от прокатчика и от кинотеатра. У нас, к сожалению, очень мало ставят на русское кино, потому что его не поддерживает государство в целом. Потому что Кристин говорит о том, что во Франции производится 230 фильмов в год. В России за прошлый год с государственной поддержкой было произведено 30 чем-то картин. Все остальное – это частные деньги. То есть подсчитать это мы не можем просто. Соответственно, получается, что в кинотеатры, когда ты приходишь, там просто нет русских фильмов. Или нет того, что мы называем фестивальным кино, условно говоря. Поэтому мне кажется, что зрители немного держат, как сказать, в дураках, что ли. То есть если бы сделать ставку на то, что зритель готов это смотреть, я думаю, и поддерживать это какое-то количество лет государственным образом, это бы принесло свои плоды, и это были бы очень-очень плодоносные дерева. Тем не менее, что-то происходит. По крайней мере, слово «квоты», 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 «больше русского кино». В кинотеатрах я слышал из уст министра Мединского. Существует ли еще синематека, знаменитая синематека в Париже? Да, у нас есть очень интересная синематека в Париже. Это, во-первых, одно здание, которое было строено американцем архитектором. И там покажут не только фильмы, которые имели большой успех или которые имеют значение в истории кино, но они тоже организуют большие выставки. Скоро будет выставка, посвященная Жак Деми, и будут показаны фильмы, но тоже будут какие-то фотографии, какие-то вещи, которые он использовал. Он тоже сам придумал какие-то объекты, которые будут показаны на этой выставке. Так что они организуют такие большие события в этом синематеке. Я просто напомню зрителям, что это действительно легендарное культовое место. Его часто упоминают, цитируют. Помогите. Ну, Берталовичи, Мечтатели, например. Там несколько ключевых сцен происходит именно там. А вот я хотел бы вернуться сейчас в разговоре к кино и киноиндустрии. То есть вот французский режиссер, ну вот в данном случае Стефан, он снимает кино-кино, или кино, подразумевая, что кино – это все-таки индустрия. То есть вы думали о прокате, когда снимали вот свою ленту сейчас, которая была представлена в России? Давайте жить все вместе. Мой фильм – это в некотором роде особый случай. Во Франции в таких ситуациях мы говорим, что нам пришлось сидеть на двух стульях. С одной стороны, мы хотели сделать фильм, который будет иметь успех у зрителей, а с другой – рассказать о серьезной социальной проблеме, о проблеме устройства старшего поколения. Ведь этот вопрос сегодня стоит очень остро, и совместить эти два подхода, снять социальную комедию, пронизанную юмором, но затрагивающую очень серьезные темы, стало довольно сложной задачей. И я, кстати, вижу в этом определенный недостаток французского кинематографа. Мы слишком разделяем авторское, интеллектуальное кино и кино коммерческое, нацеленное на широкую публику. Хотя между этими полюсами, конечно же, есть множество успешных работ, как, например, фильмы Жанна Луи Магри, относящиеся все же к категории авторского кино. Но чтобы найти деньги на такие проекты, нужно сначала сделать себе имя. Я сам столкнулся с этой проблемой, но мне помогло то, что несколько известных актеров согласились сыграть в моей картине. И финансированием была доля частного капитала, были европейские, региональные субсидии. Кроме этого, «Канал Плюс» заранее выкупил права на его показ. Но в целом схема финансирования «Давайте жить вместе» скорее свойственна авторскому кино. Я считаю, что один из таких фильмов, наверное, у нас он в прокате шел как «Один плюс один», слышно, неприкасаемый. Про парализованного миллионера и его помощника. Ну вот да, это как раз пример того, что это вроде бы и комедия, и вроде бы грустный фильм, поднимающий серьезные проблемы. Каннский фестиваль. Что такое Каннский фестиваль с точки зрения французов? Это парадная витрина Франции, или это все-таки некий такой механизм, который помогает развиваться кино, в том числе и французскому кино? Вы знаете, интерес к мировому кино во Франции очень силен. У нас есть своя развитая киноиндустрия, но нам очень интересно, что происходит в других странах. И многих из тех, кто показывал свои работы в Каннах, поддержали во Франции. Многим помогли французские режиссеры. Поэтому мне кажется, что Каннский фестиваль очень важен, и важно то, что он проходит во Франции, ведь он позволяет открыть настоящие таланты со всего мира. Лично мне Каннский фестиваль дает очень много. Он дает мне возможность увидеть работы режиссеров из других стран. А поскольку в нашей стране люди любят ходить в кино и смотреть самые разные фильмы, здесь они имеют еще и коммерческий успех. А перед фильмом, ставшим участником конкурсной программы, показанным в Каннах, открываются двери кинотеатров страны. Так что нам повезло, что у нас есть Каннский фестиваль, такое окно в мир. Тем не менее у меня есть ощущение, я не знаю, просто как у зрителя, какое-то такое интуитивное, что Франция в определенной степени все-таки является некой альтернативой Голливуду. И французские режиссеры, кинематографисты это очень хорошо понимают, и как-то так, что понятно, что есть Люк Бессон, понятно. Вот каково это самоощущение французских кинематографистов? Они действительно вот как-то так в оппозиции некой Голливуду и делают такое настоящее чистое кино? Нам приходится противостоять этому напору. Главными конкурентами были, конечно, американцы, голливудское кино. А нам было очень важно сохранить возможность смотреть в прокате фильмы со всего мира, и во многом благодаря зрителю, который идет на это другое кино, эта битва была выиграна. Это не война, мы не имеем ничего против Голливуда. Мы просто не считаем, что американская гегемония в кино это хорошо. Поговорим о новом французском кино, о молодом французском кино, о котором мы, зрители, практически ничего не знаем. О чем сказал в том числе мой коллега, который проштудировал интернет, не знают современное русское кино. Вот Кирилл, например, занимается, в частности, тем, что отбирает кино, чтобы показать нам, нам с вами, зрителям. Вот по каким принципам, каким параметрам, Кирилл, вы выбираете кинофильмы? Сюжет, актеры, режиссер? Что для вас первичное? Вопросы, которые поднимают киноленту? Вы знаете, я в данном случае являюсь, можно так сказать, наследником, что ли, той традиции авторского подхода к кино, которая была разработана в конце 50-х во Франции. Авторского не в том смысле, что мы начинаем преклоняться перед какими-то авторами, которые делают какое-то независимое кино. Такого не бывает, потому что любое кино от чего-то зависит. А в том смысле, что этот подход пытается разглядеть не отдельные фильмы, которые всплывают то тут, то там, а проследить какую-то траекторию движения того или иного кинематографиста. И в этом смысле, мне кажется, кинематографист именно или по-французски синеаст, это куда более адекватное понятие, именно когда ты пытаешься разыскать какое-то движение кинематографическое. То есть не найти яркий фильм, который показали там-то или там-то, а попытаться увидеть, как человек развивался на протяжении какого-то количества времени и попытаться увидеть в этом как этическую его траекторию, так и эстетическую. Вот это вот я бы назвал своим критерием лично в отборе фильмов. А сюжет важен для вас? Вы знаете, мне кажется, что фильм может быть снят... Вот совершенно недавно посмотрел очень любопытный фильм, который вроде бы как рассказывает о регионе, то есть о природе региона, о его истории, но при этом это еще и фильм о любви, причем, что мне особенно понравилось, фильм о любви, потому что... Притом там тема любви всплывает буквально в двух диалогах, и она едва намечена, но при этом мы понимаем, что в какой-то степени это фильм о любви, но о любви там практически ничего нет. и поэтому мне кажется, что главное не сюжет, а главное какая-то сердцевина, что ли, этого фильма, о чем он, собственно. Поэтому это может быть совершенно не в сюжете выражено, это может быть выражено в том, как это сделано, условно говоря. То есть это говорит больше, чем какие-то видимые вещи. Иногда даже в кино бывает такое противоречие, что фильм об одном кажется, но когда ты начинаешь его смотреть, у тебя по прошествии времени остаются совершенно другие мысли в голове. И ты уже не думаешь о сюжете этого фильма, а тебя цепляет именно какое-то движение камеры или какое-то... Ну это вот то, что называется кинообраз, верно же? Ну, тем не менее, сюжеты же как-то должны присутствовать. Но есть, да, если хотите, вот это слово «штамп». И это неплохой штамп у, я не знаю, у российского зрителя, беру на себя смелость говорить от его имени, что вот это, да, французское кино, это действительно про любовь, какая-то легкая эротика, может быть, даже обозначенная просто штрихами, но тем не менее, она должна присутствовать. То, что называется шармом. Вот. И, наверное, они все-таки ждут этого от кино. Вот есть ли сейчас вот эти... Хотите штампа, хотите традиции во французском кино? Остались ли они в новом французском кино? Перешли ли они туда? Вы знаете, вот на этот вопрос мне довольно трудно вам ответить, потому что все-таки я занимаюсь тем, что больше называют фестивальным кино. Ага, все-таки есть различия между фестивальными. Я перехожу на вашу как раз лексику, вот, поскольку работаю на фестивале, да, например, вот, поэтому по факту занимаюсь фестивальным кино. И я бы сказал, что то, что привыкли, то, что советские зрители изначально привыкли понимать под французским кино, ну, собственно, во Франции это тоже проходит как такое очень, что ли, популистское кино, да, то есть это не то кино, которое остается, оно может остаться у вас как воспоминание детства, но оно никогда не останется как воспоминание именно кинематографическое, это будет связано с там, с возрастом, еще с чем-то, но это никогда не будет связано именно с кино, это просто образ детства или юности, или еще чего-то. То есть к французскому кино для меня это отношение, конечно, имеет мало. Какими вопросами сейчас озадачено французское кино? Ну, вот я привел пример один плюс один, то есть есть вопрос проблемы инвалидов, проблема богатых и бедных, проблема людей с разным цветом кожи, вот это все в одном фильме. Я помню знаменитый фильм «Париж, я люблю тебя», с которого началась целая серия, там же тоже не только про любовь, вот там, пожалуйста, и мусульман, и девочка-мусульманка, и парень-атеист, вопросы криминальных отношений на окраинах Парижа. То есть есть, насколько я вижу, даже в таких коммерческих фильмах уклон в социальную сферу. Он прям прослеживается. Так ли это? Правильно ли это наблюдение у меня? И если да, то о каких еще может быть ранее запретных темах кинематографы говорят сейчас современные французские режиссеры? Да, во Франции снимают очень много фильмов о любви, об отношениях, но кинематографисты уделяют все больше внимания и актуальным социальным вопросам. В качестве примера можно привести фильм «Один плюс один», неприкасаемый, который мы сегодня уже упоминали. Этот фильм имел коммерческий успех, и в целом был рассчитан на широкую публику, а в то же время он поднимает очень важную социальную тему, тему инвалидов в обществе. Помимо этого, сегодня в кино много говорят о проблеме идентичности. В нынешней экономической ситуации после многочисленных волн миграции французское общество немного напоминает такую бурлящую похлебку, поэтому вопрос самоидентификации стоит очень острый, и о нем заговорили деятели кино, причем не только в авторских работах, но и в таких вполне себе коммерческих проектах. Мне кажется, тема идентичности новая для французского кинематографа. Может быть, вы назовете другие? У нас во Франции, как вы знаете, скоро у нас будет разрешен брак гомосексуалистов, и это тоже появится много в кино. Мне кажется, французские кинематографисты в этом смысле никогда не стеснялись. Ну, то есть, они ставили эти вопросы и снимали об этом фильмы. Да, они снимали об этом фильме уже давно, даже комедии об этом, но это тоже, я бы сказала, как тематика нашего кино. А вот напомню зрителям-то, собственно, что Стефан Раблен, наш гость, режиссер, он снял вот такой острый социальный фильм, где поднимаются вопросы отношений людей, старых людей в перешар, вот, пожалуйста, и человек, он уже потихонечку теряет память, и вот раскоординированы движения, и как жить дальше, и где жить дальше, и с кем жить дальше. Вот, это важные темы, важные темы. И здорово, что такие темы снимают кино, что играют актеры. О каких темах вы еще хотите, Стефан, в ближайших своих фильмах поговорить со зрителем? Вот, какие темы и вопросы вы будете поднимать в будущих своих кинолентах? Вы знаете, фильм «Одавайте жить все вместе» он не столько о зависимости, сколько об умении предвидеть, предусматривать. В нем рассказывается о многочисленном поколении эпохи Бэби-Бума, 60-х, о людях, которые сейчас приближаются к пенсионному возрасту, и о которых нам совсем скоро нужно будет заботиться. И в своем фильме в довольно легкой форме, несмотря на важность темы, я предлагаю подумать над таким вопросом, а как же сделать их старость комфортной? Ведь сейчас они стоят перед выбором жить с детьми, а в нашем обществе это непросто, или поселиться в специальных заведениях, жизнь в которых обычно нельзя назвать приятной. Мои герои ищут ответ на этот вопрос, о том, можно ли распланировать свою старость, быть в старости полезными обществу, причем стараются ответить на него заранее, до того, как выбор за них придется сделать их детям. А это, в свою очередь, уже потеря свободы. Именно об этом я и говорю в своем фильме, о том, можно ли вообще продумать свою старость своевременно и не потерять свободу. Нам всем предстоит прожить годы после молодости, и давайте постараемся сделать ее максимально приятной. Давайте подготовимся к ней заранее. Вот о чем я говорю в своем фильме, причем легко, с юмором. А для вас, Стефан, в первую очередь, кто является учителями во Франции? Кого мы назвали из французских кинематографистов, режиссеров, вы можете назвать, перечислить, кто оказал на вас влияние, как на режиссера? Я хотел бы назвать одного деятеля кино, который оказал на меня огромное влияние. Правда, все, что я делал до этого, странным образом не имеет ничего общего с его работами. Это Бертран Блие. Меня всегда поражала его свобода, сюрреализм в его творчестве, его диалоге, видение героев. В общем, именно благодаря ему у меня появилось желание делать кино. А с классическим кинематографом я познакомился позже, уже во время учебы. Так что именно Бертран Блие привел меня в кино и привел мне стремление к свободе в работе. А у вас, Кристина, я понимаю, что ваша должность подразумевает, что вы представляете вообще все французское кино, но, тем не менее, есть какие-то ваши личные предпочтения? Вы знаете, с тех пор, как я здесь, я побольше заинтересуюсь с русским кино, побольше, чем... Каким, например? Ну, вот вы недавно наименовали Алексея Побогревского. Да. Я бы сказала, что для меня это действительно такие новые имена, которые, мне кажется, стоят, потому что они предлагают что-то новое в кино, хорошо снято, такие хорошие сценарии и так далее. Так что у вас есть очень сильные сильные, потенциальные новые кинорежиссеры, которые продолжают эту традицию Сокорова, Загинцева и так далее, и которые действительно стоят в мире кино. И не только Побогревского, но и тоже Стемковский, Хлебников, Сигарев, но все эти молодые люди, которые действительно очень хорошо снимают. Тарковский, который снимал ностальгию во Франции, вот это русское кино во Франции, опять же, или все-таки французский фильм? Но Тарковский, это просто, ну, это считается мастером, это считается мастером не только во Франции, но вокруг мира, для всех. Не забирайте, у нас Тарковского. но мы считаем, что это один из этих режиссеров, который действительно имел такой вид, такой взгляд в кино, совершенно своеобразный, который никто не смог до сих пор сравнить. А вот возвращаемся к самой идее и концепции франкофонии. Это же еще и канадское кино на французском языке. Вот вы можете привести какие-то примеры заметных кинографических произведений, снятых на французском, но в других странах? Я вот помню, я, к сожалению, помню только образы. Был какой-то и есть канадский режиссер, у него много, он снимает на французском, много Дениар Канн, его фильм «Нашествие варваров» показали во многих странах. И еще «Закат американской империи». Еще был такой молодой, совсем молодой режиссер Кзавьер Долан. Вот, может быть, вы произвели. Долан, да, да, он представил свои два первых фильма в Каннах. «Как я убил мою мать» или как-то так называется. А сейчас в рамках фестиваля франкофония представлены какие-то такие фильмы не из Франции, но французские? Я думаю, это Кристина. Да, да, да. Есть фильмы из Канады, есть как раз три фильма из одного кинорежиссера. Это «Конго Рама. Левая половина холодильника» и третий, который называется «Клянус. Это не я». Это действительно нужно посмотреть эти фильмы. я их не видела, честно говоря, но нужно их смотреть, потому что они действительно стоят. И есть один бельский фильм, тоже «Крядущий», который получил и во Франции, и в Бельгии большой успех. Это фильм именно для детей. Ну, то есть это часть программы, которая посвящена к детям. Можно посмотреть этот фильм с детьми. И есть вот например, вот этот фильм это правда ко-производство между Францией, Бельгией и Чадом. Это человек, который кричит. Это все снято в Чаде, но это все на французском. И этот фильм получил приз жюри в Каннском фестивале в 2010 году. Это очень красивый фильм, нельзя его пропустить. Отличаются ли фестивали у нас и во Франции, Кирилл? Если да, а я подозреваю, что да, то чем? В чем специфика? Я думаю, что есть просто самые разные фестивали. Есть такой фестиваль, как Каннский, о котором мы уже поговорили, который в общем-то такой большой индустриальный фестиваль, который умудряется сочетать и зрительское кино, и, скажем так, более миноритарное кино. Есть фестивали, скажем, документального кино или региональные фестивали, и все они имеют свои функции, свое устройство, и мне вообще кажется, что лучше не разделять вещи по странам или по там, что это французское, это русское, например. мне как раз кажется, что чем больше пересечений или сотрудничества, тем лучше, потому что, допустим, Каннский фестиваль сотрудничает с московским кинорынком небольшим, который проводится, в этом году будет второй раз проходить, ну и так далее, и так далее. То есть каждый фестиваль сотрудничает с какими-то другими фестивалями, и мне кажется, вот это движение, оно наиболее продуктивно, потому что на самом деле это разделение и нет никакого. Вот так можем потерять, а это же, наверное, не очень хорошо, я не знаю, самоидентификацию, что... Скорее приобрести, а потом какая самоидентификация? Раствориться друг в друге. Найти еще. Нет, вы знаете, раствориться довольно сложно, потому что все равно все разные, но не стоит бояться терять идентификацию, стоит наоборот преодолевать, так скажем, какие-то границы, потому что в кино как раз и родилось как такая вещь, которая была универсальна изначально, она не требовала перевода, потому что она была немая, и это вещь, которые, это картинки движущиеся, они должны быть в принципе показаны везде. Ну, мне кажется, нужно двигаться в ту же сторону, продолжать. Я-то согласен, но вот смотрите, что я прочел, готовясь к этой программе. Из новой волны, вот знаменитая французская новая волна, ушло только название по сути, вот по миру распространилось, Голливуд и до нас, а вот сам стиль и духа течения, духа этого течения так и остался во Франции. То есть вот это экспортировать не удалось. Ну, я бы с вами не согласился. Видите, форма, да? Это не мое утверждение, я вот прочел. Есть прекрасные примеры и чешские, и польские, и вещи, которые как-то сложно взаимовлияли на, например, новое немецкое кино, из которого, вот если даже хотите, такой громкий пример, как бы, да? Мне кажется, очень близкие вещи, то, что делала новая волна французская, с тем, что потом стал делать Вим Вендерс, который очень популярный режиссер везде, в общем-то. Мне кажется, эти взаимовлияния очень важны, и тем более, что, если вы послушаете сейчас американских, например, кинематографистов самого старшего поколения, они будут говорить в основном о неореализме француз, о итальянском, и о новой волне французской, как о вещах, которые на них повлияли. Мне кажется, это очевидные какие-то взаимовлияния, и не только два слова, новая волна, не только это. А вот у представителей нового, новейшего французского кино, у совсем молодого поколения, вы видите вот это влияние, то есть самой новой волны, старой новой волны? Ну, конечно, есть, во-первых, помимо того, что есть дети, тех кинематографистов, есть дочка Трюфо, Эва Трюфо, есть, я не знаю, дочка Словом, много кинематографистов, которые опираются в целом именно на традицию кинематографа, который начался в конце 50-х годов, потому что это был действительно очень сильный разрыв с предыдущими поколениями, потому что, условно говоря, тогда это называлось «есть папина кино», то есть то, что делалось там до конца 50-х годов, и все, что пошло потом, в принципе, этот импульс, он сохраняется до сих пор, и благодаря тому, что и те же «Гарелли», тот же «Гадар» еще работают и снимают, и благодаря тому, что в принципе все, что производится сегодня, инспирировано в первую очередь именно этим духом свободы и попытки все поставить под сомнение каждый раз, когда ты начинаешь делать новую вещь. Еще времени, к сожалению, у нас немного осталось до конца программы, а вопросов у меня вон сколько накопилось. Спецэффекты. Вот вопрос Стефану как режиссеру приемлемо для него использование спецэффектов в кино или все-таки нам нужно кинематографистам разворачиваться в сторону натурализма и рассказывать себе историю обычным языком? Лично мне ближе реализм. Конечно, мне хочется рассказывать интересные, захватывающие истории, которые понравятся большому количеству зрителей, но спецэффекты меня привлекают мало. А вообще, если говорить о тенденциях, может быть, Кристину тоже добавит или Кирилл, вот во французском кино все-таки больше натурализм или уход в какую-то такую компьютерную реальность? Да, но спецэффекты, но вы имеете в виду то, что очень видно на голливудской манере, то у нас нет, но мне кажется, что сейчас с цифрового кино, но Стефан меня перебьет, если я неправильно скажу, но вот с цифрового кино, то можно использовать все эти эффекты все время, мне кажется. Ну, то есть не только, что есть какой-то разрыв и что-то совсем видно, но для того, чтобы убрать какие-то вещи неправильно в лицо или для того, чтобы улучшить силуэты или профили людей, это все использовано. А вот Кристина рассказывала о том, что делила свою любовь к российскому кино, к современному российскому кино, но она профессионал, она профессионал, помимо всего прочего входит в ее задачи, она живет в России, великолепно знает русский язык, а вот насколько знают русское кино обычные французы? да, я буквально вчера отметил для себя, что современное российское кино практически неизвестно во Франции. Российских фильмов нет в прокате, мы их просто не видим. За весь прошлый год я посмотрел один единственный российский фильм, он был показан на фестивале в Софии. Это был фильм Ангелины Николовой «Портрет в сумерках». И все. Во Франции сейчас показывают много фильмов из Южной Америки, Кореи, стран Азии и очень мало из России. Я не знаю, почему так происходит, возможно, Кирилл сможет ответить на этот вопрос. Мы хорошо знаем ваших классиков, но совершенно не знакомы с работами тех режиссеров, которые снимают сегодня. А хорошо, а тогда вопрос Кирилла. Вот у ваших партнеров, с которыми вы работаете, экспортируете кино сюда, в Россию, есть ли обратная связь? То есть интересуются ли они в свою очередь, Кирилл, а что у вас интересного? Интерес есть. Но нас это возвращает к проблеме того, что огромная ответственность отборщиков, огромная ответственность кинотеатров, прокатчиков. Соответственно, если произойдет какой-то такой момент, что каннские или отборщики, берлинские или там роттердамские еще кто-то, заинтересуются каким-то количеством русских фильмов, то эти фильмы очень скоро появятся в прокате во очень многих странах. Потому что я вспоминаю, что та же компания Кино Безграниц прокатывала у нас несколько фильмов румынских как раз-таки после Каннского фестиваля. То есть было куплено три или четыре картины, и сейчас у нас в общем-то эти имена более-менее на слуху выходили DVD, выходили в небольшой пускай прокат, но выходили картины. Кому было интересно, могли их посмотреть. Тем более, что даже потом Александр Миндадзе, наш замечательный российский режиссер, пригласил оператора одного из вот этих как раз знаменитых румынских фильмов на свой фильм в субботу. И мне кажется, это очень важное влияние как раз, которое говорит о том, что в принципе границ нет, и о том, что если человеку показать какие-то фильмы из другой страны, которые кем-то были подняты и пущены в оборот, то это приводит к очень интересным результатам. В свою очередь, потом в субботу фильм был показан на Берлинале. Любопытно. Более того, я слышал о французских режиссерах и документалистах, режиссерах, которые снимают художественные фильмы, которые приезжают в Россию и почему-то здесь снимают. Ну, то есть, есть же такая тенденция. Это можно назвать тенденцией, или это какие-то разовые случаи? Вы имеете в виду режиссеры, которые здесь снимают, французские режиссеры, которые здесь снимают, но их не так много, но их есть. Но я помню, что Паскаль Шумей недавно здесь снимал романтическую комедию. Это было такое путешествие двух персонажей и апотеоза, их история была в Москве и снята в Москве. И он показал, как Москва является городом любви, так как и Париж. Так что, ну да, они снимают. Он здесь снимал с Дани Бун, который является одним из наших самых популярных актеров. И он здесь снимал три недели в прошлом году. Мне нравится эта тенденция, о которой упоминал Кирилл, о том, что кино без границ. Я вот про что. Это размывается, но при этом сохраняется какая-то такая все-таки то, что я называю самая идентификация. И пусть так и будет дальше. Спасибо большое. И вам спасибо. Я благодарю наших гостей. Да, у вас уже 8 утра, можно приняться за круассан, но в Москве 11. Гостях у программы «Наблюдатель» были Аташе по вопросам кино в посольство Франции в Москве Кристин Ламон. Кристин, благодарю вас. А режиссер, постановщик и автор ленты «А давайте жить вместе», так она называется, Стефан Раблен. Стефан, благодарю вас. Спасибо. А также режиссер, кинокритик, переводчик, поэт и куратор специальной программы кинофестиваля «Тумору» «Завтра» Кирилл Адыбеков. Кирилл, благодарю вас. Меня же напомню, зовут Алекс Дубас. Всего вам хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова